Ну что же, дорогие друзья, всем привет! Привет! Большущий, огромнейший привет вам из Манилы. Мы начинаем самый интересный плей-офф последнего мейджора в этом сезоне. Следующая остановка уже только интернешнл. Я приветствую вас. Меня зовут Иван Факер-Демкин. Вы меня, конечно, сейчас не видите. Вы наблюдаете за этим потрясающим мероприятием. Но со мной за столом сидят три замечательных аналитика, в числе которых Ярослав Инесс Кузнецов, Андрей Дред Голубев и Дмитрий Инмейд Филинов. Именно в таком составе мы сегодня первую часть будем анализировать. А у нас пришел, пришел в традиционных восточных стилях, я так понимаю. Сейчас будут, уже играют барабаны. Ребят, ну привет вам, привет. Поздоровайтесь с публикой. Не только же мне говорить, не только мне. Ну вы же прям слову не даете. Ну как, мы хотим, конечно, тоже порадоваться, посмотреть на это великолепное шоу. Парад какой-то наблюдаемый в данный момент. Привет всем зрителям. Тут действительно что-то интересное нам заготовили организатор. Я вчера был на репетиции, но мы тут были с частью людей. И здесь, на самом деле, все было не настолько, конечно, красиво и эпично. Было все похуже. Даже у меня стопалось впечатление, что что-то странное происходит, но, по-моему, достаточно красиво это все выглядит. Теперь акробатические способности демонстрируют там атлеты. Ну, на самом деле, это... Здесь явно какое-то шоу прослеживается, Иван. Явно прослеживается шоу. Судя по всему, зеленый парень, он символизирует... А гильщика? Или нет? А мне кажется, Радианта. Красный Тайр, но теперь они все стали красными, ладно. Все, моя девушка революция. Значит, у Тайр все хорошо пока что. Да, вот смотри. Нет, стоп, еще появились синие. Скорее всего, может быть, это действительно сила, интеллект и ловкость все-таки, как нам сказали во время... Может быть, может быть. Как аналитики, мне кажется, мы должны сделать остановку именно на этом выборе. Смотри, ну да, да, вполне вероятно. Так. Опа! А синие это что, это интеллект? Синие интеллектуалы. Интеллектуалы против агильщиков сейчас. А кто побеждает? Я за интеллектуалов. Ну, смотря какая стадия игры, во-первых, это очень важно, потому что обычно интеллектуалы более ранней игре доминируют. Ну, мне кажется, что на самом деле 5 интеллектуалов, 5 агильщиков в ЛАИТе тоже отмесят. Ну, да, возможно, возможно, конечно, да. Здесь... Станов? Нет, нюков не спорится. Когда нам откроют, что за герой конкретный, тогда мы сможем сказать больше. Так, я могу спойлернуть, что должна луна быть. Ну, зачем же? Ну, зачем? Ну, извини. И давай еще сейчас, это, игры при столе срочнее использовать. Один из девяти лишь. Но это единственное, что я видел. И то я не уверен, что это была луна, на самом деле. Прекрасное пение сейчас. Потрясающе. Вокальные способности. Потрясающе, действительно. Ну, игра со светом, конечно, тоже вызывает восхищение, потому что, ну, это всегда красиво, когда много прожекторов, когда все они образуют какую-то картину. Это, конечно, круто. Получается, что это этот мажор игривый. А давайте просто посмотрим это при шоу и вернемся к вам уже, когда оно закончится. КОМПЛЕКСИТЕЙ ГАМИН ДИГИТАЛ КАОС ДИГИТАЛ КАОС ЛГД ГАМИН МИНЕСКИ 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 О.Г. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok 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 DimaTorzok